В Новочебоксарске участники долевого строительства жилищного комплекса «Лазурный» встретились с представителями застройщика «Оргтехстрой». Многоквартирный дом должны были сдать в 2019 году, но до сих пор дольщики ждут свои ключи. Пути решения проблемы искали на встрече с участием заинтересованных сторон. Жилой комплекс «Лазурный» в Новочебоксарске строится в несколько этапов. Дом состоит из пяти блоков. Секции людей заселяют поэтапно. Если одни давно уже получили заветные ключи и живут, другие вынуждены кочевать по съемным квартирам и платить ипотеку. Анастасия Сапожникова переехала из Кемеровской области поближе к своей дочери. Приобрела в строящемся доме по адресу улица Строителей 6 однокомнатную квартиру. Ключи ждет второй год. Свою квартиру продала и вложила вот этот дом. Мне пришлось сейчас на маленькую пенсию купить другую квартиру. Конечно, очень тяжело. На вторую ипотеку уже отдаю полторы. Одиннадцать тысяч и варплата еще три тысячи. Получается, мне полтора остается с моей пенсии. Застройщик обанкротился. В смысле он не может строить. И получается, уже прошлого года, с августа месяца, у нас идет спор, что откладывает. В Вазурном ждут свои квартиры 62 дольщика. Люди негодуют, так как некоторые из них купили квартиры еще в 2017 году. Берут кредиты. Вы знаете, это жизнь. Жизнь, у которых уже дошла до предела. Прокуратура республики взяла долгострой на особый контроль. В отношении застройщика возбуждено уголовное дело. А осенью прошлого года Федеральный фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства подал иск о банкротстве компании. Решить проблему власти предлагают за счет привлечения нового застройщика, с которым рассчитаются участками под строительство. Потенциальный застройщик достраивает свой дом на собственные средства. Потом компенсируются ему затраты предоставления земельных участков городного Чаваксарска на безвозмездной основе. Я считаю, что данный вариант очень подходит для быстрого решения данного вопроса и закрывает проблему дольщиков ЖК Лазурной. Мы ничего не теряем. Мы остаемся в процедуре банкротства предприятия Орг.Техстрой. Застройщика мы уже в этом году будем выводить, а не через год на достройку этого дома. И будем включать компенсационные механизмы, которые работают по всей Российской Федерации. По оценке специалистов Минстроя Республики, приблизительная стоимость достройки объекта – 200 миллионов рублей. Сумма немалая. Сейчас ищут надежного застройщика, который готов полностью взять эти затраты на себя. Параллельно предполагается создать рабочую группу из числа дольщиков для оперативной работы и завершения дома. Наталья Мальчикова, Бахтияр Велиев, Республика.